добрый вечер добрый вечер бой у припоны был страшным удалось переправиться за пределы припоны к несенке принципе и служанкам практически всем даже лихославу с лихобором а с этой стороны остались ртан аптахар волкодав и другие воины была страшная битва и мы с вами расстались тот момент когда волкодав лежал на земле спев свою песню смерти а разбойники убегали что послужило причиной их бегства причина бегства разбойников была хорошо видна с тропы по которой водили к несенку лихослав и младший из двоих горцев здесь наверху совсем не чувствовалось подземной вони с припоны холодный ветер стекавший с гор уносил ее прочь клочья тумана проползавшие внизу то скрывали побоище то вновь расступались к несенка все время смотрела в ту сторону ища глазами человека которому рвалось ее сердце и она увидела его они забрались по тропе уже достаточно высоко и фигурки людей казались крохотными и одинаковыми но к несенка волкодава узнала тот час он не шевелился а кругом него стояли уцелевшие галерации так стоят над мертвыми или израненными до такой степени что не вдруг и смекнешь как нему прикоснуться к несенка смотрела и смотрела ослабнув на непослушных ногах и чувствуя что умирает вместе с ним жить дальше было незачем ради чего ради кого если госпожа окликнул ее лихослав к несенка с трудом и не сразу отрывала взгляд от безжизненного тела распластанного внизу да за припоны на красных от крови камнях потом все же посмотрела туда куда указывала вытянутая рука лихослава из-за черной скалы беспощадно молотя конскими копытами невысокую жилистую травку летели всадники десяток за десятком молча стремительно неудержимо горным льдом горели на солнце ничем не прикрытые брони и наконечники копий приготовленных к бою и первым далеко обогнав остальных на золотистом шоссе таинском жеребце мчался предводитель и было похоже что тому кто хоть чуть дорожил своей жизнью лучше не становиться у него на пути вот почему таким дурным голосом взвыл разбойниче рог вот от кого уносило ноги воинство в берестяных личинах последние всадники кунца винитара еще огибали скалу когда с противоположной стороны из-за спящей змеи появились витязи лучезара они гнали перед собой сколько-то конных разбойников часть велиморцев немедленно отделилась от остальных и все тем же бешеным скоком пошла им навстречу и когда грабители завертелись не зная в какую сторону спасаться длинные копии велиморцев согласно легли плашмя для таранного невиданного в галераде удара еще миг и столкнулись было видно как падают кони как всадников вынимала из сёдел и признать проносила над землей корчащихся пронзенных насквозь и только потом долетел грухой рокот столкновения и страшные крики людей людей успевавших умереть пока долгое эхо их последнего вопли еще гуляла между скал лучезаровича вовсю работали мечами добивая тех кто поспел вернуться от копий остальные велиморцы возглавляемые воевождем перестроились и по-прежнему молча без боевого клича и труп широким серпом понеслись на разбойников выбравшихся из нагромождения скал те части успели сесть в сёдло частью не успели но это ничего не изменило от разящего серпа не ушел ни пеший ни конный половину если не меньше смело первым же свирепым ударом стих жуткий треск ломающихся двух вершковых оскепищ и вход пошли мечи велиморцы неотвратимо теснили разбойников явно намереваясь прижать их к отвесной каменной кручи и истребить без остатка люди же добы отбивались что было сил но участь их уже была решена те из велиморцев кому не хватило места в передних рядах останавливая вы останавливали выученных коней забирались им на крупы и вытаскивали зналучий луки стреляя через головы товарищей разбойники один за другим вываливались из сёдел и те кто падал еще живыми насмерть затаптывали в толчье молодой предводитель почти сразу отбросил щит и бился в обе руки рубя и расшивыривая врагов сечь вокруг него кипела вдвое ожесточеннее чем в других местах золотой жеребец бил копытами и люто кусался грудь и бока его плит оплетала стальная кольчуга с горы было хорошо видно как винитар схлестнулся с рослым всадником на крупном молочно-белом коне оружие одежду этого человека были заметно богаче чем у остальных но и сражался он довольно и а но сражался он довольно неловко особенно для главаря так словно не вполне доверял попорченый когда-то правой руке винитар легко отбил его меч между тем как злой санайгау рванул соперника зубами за плечо белый конь отчаянно заржал и рванулся селись проложить себе путь в тесноте это ему удалось и лошади почти разминулись когда винитар всем телом развернулся в седле ложась на круг жеребца и знаменитый разбойник перестал быть тот что потащил дальше обезумевший конь был уже не то что жадобой даже не было просто человеческим телом запутавшийся в стременах расшитыми сапогами по разные стороны седла свисали два куска бесформенной плоти кое-кто из его людей с отчаяния попытался уйти по каменному откосу им дали проползти несколько сажений после чего сняли считанными стрелами велиморцы не давали пощады шайка пять лет грабившие на лесных дорогах погибала под стеной ограждающий гор вся целиком лучезаровичи тоже хотели участвовать в разгроме но войны конца винитаров помощниках не нуждались беглецы проводник следили за ходом сражения стоя на горной тропе примерно в полутора верстах от дерущихся когда стало ясно чем кончится дело лихослав обратился горцу телохранитель не знал языка и попросту указал пальцем на кнесенку потом вниз в ответ на его вопросительный взгляд и чендар отрицательно помотал головой и ткнул рукой вверх и вперед знатные гости и и спутники должны были сперва предстать перед вождем лихослав осторожно тронул за плечо кнесенку обессиленно привалившуюся камню пойдем госпожа она посмотрела на него отсутствующими глазами и попыталась шагнуть но не смогла и начала оседать на землю лихослав поднял ее устроил поудобнее на руках и бережно понес вверх по горной тропе глава 14 кровный враг явился однажды камгалу в ночном сновидении могучий и грозный украшенный мудростью бог иди он сказал и убей сигамала в сражении давно ожидает его мой небесный чертог свела их на завтра друг с другом судьба боевая и видит камгал что достойней соперника нет людей сигамалу подобных немного бывает в одном поколении 2 не родится на свет рубились герои камгал подскользнувшись на землю коленом припал вот сейчас голова полетит сказал сигамал я победы такой не приемлю и подал ему наклонившись оброненный щит и надо вразить исполняя небесную волю и в самый но в самый решительный миг задрожала рука камгал поклонился герою средь бранного поля и прочь отступил покорен благородством врага бог воинов грозный явился ничтожному дагу и тоже убить сигамала ему повелел хоть раз прояви молодушный мужскую отвагу давно ожидает его мой надзвездный предел не смея слушаться даку стремился в дорогу и выследил воина тот был с любимой вдвоем и пал сигамал на ступени родного порога рукой трусливый сражен вероломным копьем что ж дальше а вот что в небесном чертоге пирует камгал с сигамалом и пенистый мед не горчит а трус и предатель досталась награда халую скорбит за оградой в сырой и холодной ночи пещера дымный чат факелов крылатой тени мечущиеся под потолком серый пёс висит на стене распятый железными гвоздями забитыми куда попало в руки и тело прямо перед ним на противоположной стене сплетается невероятным узором пылает драгоценным огнем искрящаяся самоцветная жила странно насколько он помнит рудник самоцветные камни попадавшиеся под кирку больше напоминали простые бурые желваки требовался очень опытный глаз чтобы распознать живую радугу недр затаившиеся внутри лишь изредка может раз в год проходчики вламывались в этакие каменные пузыри сплошь сплошь усеянные изнутри переливчатыми щетками граненых кристаллов большинство из них безжалостно обкалывали на продажу но некоторые все же оставляли ради их красоты кое-кто к тому же считал будто серый порошок в них действовал по особенному серый пес мельком издали видел две или три такие пещеры и однажды задумался да как может быть чтобы чудесные камни улыбка и диво подземелье мало что приносили отбывающих им людям кроме горе и слез но это по молодости он очень скоро перестал удивляться ибо понял какой там камни слезами и кровью оборачивались даже учения вдохновленных пророков проповедовавших добро и любовь одни люди страдали гибли ради этих учений другие ради них убивали а иногда и не другие убивали те же самые не понаслышке знавшие неволю и муки зверу чадящее пламя вспыхивает и мерцает мутный смет дробится на каменных гранях разлетаясь неожиданно пронзительными чистыми искрами искры впиваются в распятое тело причиняя новую боль меч ему обещали вернуть меч так кричат только под пыткой когда умирает упрямство и гордость и человек говорит говорит захлеб готовый выдать и предавать без конца волкодав тускло подумал о том что каторга вроде бы кончилась и после освобождения кажется даже успела кое-что произойти но тогда почему и о каком мече говорят человек снова закричал завыл уже без слов волкодав ощутил что лежит на земле и голова его покоится на теплых женских коленях без сомнения это была его мать каким-то образом спасшаяся во время набега он захотел посмотреть на нее приоткрыл глаза и увидел воительницу и ртан девушка лежала возле его ноздрей а держала возле его ноздрей пушистая перышко так проверяют дышит человек или умер другой рукой ртан прикрывала перышко от ветра держась коготками за пальцы ртан в лицо волкодава озабоченно заглядывал мышь вен приоткрыл глаз всего на мгновение сразу же зажмурился потому что из-под век потекли слезы дышащим морозом ледника беспощадное солнце грозящие выжить глаза когда ему было по-настоящему худо любой свет ранил как то жестокое солнце мышь заметил движение ресниц взвился и заверещал а воительница наклонилась и стала бережно промокать вену слезящиеся глаза держись волкодав услышан у ее голос держись не умирай он попробовал пошевелиться но все тело рванула такая боль что едва оттеплившееся сознание снова погасло во второй раз его привел себя не крик просто возбужденные голоса раздававшиеся совсем близко вели заковать негодяя в цепи благородный кунц убежденно доказывал лучезар ты сам слышал что говорят пленники вот этот меч он раньше принадлежал жадобе какие еще тебе доказательства нужны подлый предатель сторговался с разбойником пообещав возвратить меч этот что ли спросил незнакомый голос и волкодав услышал сдержанный шелест клинка извлекаем его из ножен потом восхищенное восклицание хорош ты вполне достойно поясаться и мой кунц ибо ты покончил жадобой прими же этот меч благородный венитар потому что продажный не тронь лучезар глухо и очень грозно выговорила и рта ее поддержал возмущенный ропот и злобная ругань мужских голосов уцелевшие ратники вовсе не собирались отдавать на поругание ни на волкодава ни волкодава ни его меч вен сделал усилие снова приоткрыл глаза и сквозь слезы и боль увидел молодого кунца он хорошо помнил каким был почти 12 лет назад отец этого парня но так и не смог решить на кого больше походил венитар на людоеда или на мать который волкодав никогда не видел страж северных врат был высок и широкоплечь с длинной гривой светлых волос гущене и блеску которых позавидовала бы любая девушка больше ничего девического в облике венитара не было твердой жилистой ладони ласкали поворачивали клинок истинный воин умевший быть стремительным и страшным он не носил бороды только усы над верхней губой но ни намека на юношескую незрелость или мягкость не было в его лице жесткие скулы суровые морщины у рта вождь синие сапфировые глаза вдруг встретились глазами волкодава задержались и вену хватило мгновение чтобы понять винитара знал разбойники не сказали кто именно обещал вернуть меч спокойно проговорил молодой кунц скажи лучше где ты бы где ты был лучезар пока нас убивали потребовал иртан лучезар зло огрызнулся ты-то рот закрой дура лоб красавица боярина перехватывала повязка времени от времени он вспоминал о ней болезненно морщился поднося руку ратники снова возмущенно зашумели а иртан не осталось в долгу и раздельно ответила тебя говнюка твоим бы воеводским поясом удавить лучезар болезненно поморщился рядом тот час вы вырос канаон кого худородная срама срама словишь иртан бесстрастно ответила вон того крапивника хозяина твоего канаон шагнул вперед волкодав увидел ноги двоих свирепых парней вельха и сигвана немедленно заслонивших воительницу потише ты мрачно сказали вельх не тебе чита люди ее старшиной на щит поднимали воины только что выставшие выставшие войны только что выстоявшие в лютом сражении не собирались уступать дорогу наемному головорезу равно как его господину не такое видели не напугаешь до сих пор винитар слушал не вмешиваясь но тут он поднял руку и канаон почтительно отступил поди не посчитайся с боевым кунсом которому здесь не было равных по знатности и за спиной у которого сотня с лишним мечей это не горст кратников сплошь покалеченных и измотанных боем предатель в упор глядя на волкодава с ненавистью выдохнул лучезар сестру мою в цепи тебя вен безразлично опустил веки попробуй сквозь зубы с мрачным вызовом сказала иртан а не сам ты жадобе меч обещал боярин побелел и схватился за нужно но винитар снова поднял руку мой скунс послышался извините мой кунс послышался слабый голос откуда-то сбоку дун горм волкодав еще не знал что разбойники перебив велиморский отряд самого посланника схватили живого разделе до гола долго били и вознамерились разорвать лошадями но бросили когда самим пришлось удирать кони только протащили нарлака по камням темой отделался волкодава захотелось посмотреть на дун горам он решил приподняться но сумел только повернуть голову и этого ему хватило неудержимая волна дурноты вывернул желудок в животе с утра было пусто изо рта потекла желчь пополам с кровью волкодав закашлялся ощутил как рвется что-то внутри понял что умирает и плотная тьма вновь накрыла его мама решила обновить хлебную закваску и по обыкновению послала меньшую дочку в рот мужа после летнего происшествия с чужим человеком детей перестали пускать одних в лес но бурсуки ближние соседи и жили всего за двумя лугами кладбищем буевищем куда пятнистые олени издавна ходили хоронить своих стариков буевище заросло нарядными высокоствольным березняком ну костер на просвет было видать ну какая беда может подстеречь здесь под присмотром витающих про материнских и протеческих душ мама поставила в корзиночку горшок для закваски но не гожу просить ничем не отдариваясь взамен и горшочек наполнился левашом малиновым дочерничным как делается леваш ягоды разваривают высушивают и получившиеся лепешки скатывают трубочкой но чего ж проще то однако и в этом самом простом деле вводится своя хитрость в соседнем роду тоже умели делать такое доброе лакомство но такого вкусного яркого и прозрачного как у бурсуков почему-то не получалось смотри у меня не съешь по дороге строго сказала девочки мать да и не рассиживайся в гостях домой поспешай девочка только кивнула в ответ хотя наставление показалось ей обидным как-никак двенадцатый годок покатил не маленькая небось но матери не перечит а ленюшка подхвате оленюшка подхватила корзинку и отправилась со двора в березнике она увидела крупный след волчьей лапы и удивилась люди не помнили чтобы волки когда-то забредали за буевище девочка положила себе рассказать об этом дома и пошла дальше поглядывая по сторонам соседская большуха тетка отца ласково приняла ее обрадовалась левашу ой как раз мне без зуба и посасывать щедро отмерила закваски угостила пирожком и отправила девочку назад на сей раз спеша через одетый осенним золотом лесок оленюшка засмотрелась на ширококрылого беркута вестника бога грозы опустившуюся отдохнуть на вершину кряжистого дерева девочка осторожно подошла запрокидывая голову громадная бурая птица бесстрастно взирала сверху вниз рассматривая человеческое дитя здравствуй батюшка орел сказала девочка хочешь пирожка тебе дам она суну руку в корзинку нашаривая угощение отвела взгляд от древесной вершины и куда подевался знакомый реденький березняк вместо прозрачной рощи который она знала до последней отметинки на белых стволах темнела кругом непроглядная непролазная чищоба громоздились топырились обломки корней поваленных деревьев длинными лохмами свитал свисал седой мох всего несколько мгновений назад впереди уже виднелась за лугом за лугом крыша общинного дома а этот лес выглядел так словно на сто верст вокруг не было человеческого жилья и над буевищем стоял ясный день а здесь жутко багровел косматый закат девочка закрыла глаза потрясла головой пытаясь разогнать на вождение потом посмотрела опять чужой лес и не подумал исчезнуть она нашарила оберег приколотый на плечо не помогло угрюмый лес странно молчал словно ожидая чего-то батюшка орел схлипнула девочка священный беркут снялся с вершины и неторопливо взмахивая крыльями поплыл над деревьями к югу батюшка орел девочка заплакала и побежала следом за ним колючие ветки хлистали ее по лицу трепали волосы цепко хватали одежду орел летел медленно но все-таки постепенно удалялся девочка то теряла его из виду за пушистыми вершинами то вновь обретала наконец он скрылся совсем и она осталась одна теперь она навряд ли сумела бы разыскать даже ту березу с которой все началось размазывая по лицу слезы она побежала еще несколько шагов и очутилась на длинной узкой поляне девочка поглядела на землю высматривая нет ли где тропинки и отшатнулась увидев на пожухлой траве кровь она пугливо прислушалась но в лесу по-прежнему царила неподвижная тишина девочка осторожно пошла по кровавому следу и через некоторое время наткнулась на большого мертвого волка потом еще на одного волков убил не человек обоим располосовали горло чьи-то клыки след же тянулся дальше и неясное предчувствие велела девочки поспешить она увидела его у края поляны под склонившимися рябинами она сразу узнала его хотя серого меха не было видать заспекшейся кровью могучий серый пес лежал тихо в двух сажених от ручья которому видимо селился доползти но не дополз девочка живо подбежала к нему опустилась рядом на колени и бережно коснулась свалявшейся шерсти и ощутила под ладони и зыбкое дотлевающее тепло она снова посмотрела на раны было удивительно что пес вообще до сих пор жил ну что же она могла сделать для него ну как помочь хоть всю рубашонку раздери на повязке так ведь не хватит оставив корзинку она побежала к ручью принесла в ладонях воды попробовал омыть разорванную морду не умирай славный не умирай пес не открыл глаза не пошевелился и даже уж не дрогнули девочка принесла еще воды попыталась дать ему пить но он уже ушел слишком далеко и уже не мог лакать тогда она осторожно чтобы не причинить боли обняла пса за шею и прижалась стараясь поделиться хотя бы тепло приникла губами к мохнатому уху и стала шептать что на душу приходила она взахлеб рассказывала богам о том как это невозможно чтобы пес умер она убеждала серого зверя такого огромного и крепкого еще чуть-чуть под натужится и задержаться здесь под этим солнцем зеленой земле с ней пес никак ей не отвечал и бусина в его ошейнике не блестела залитая кровью девочка подумал о хлебной закваске томившийся в горшочке и о том как наверное уже разволновались дома но где ее найдешь теперь тропинку то домой а впрочем она все равно бы никуда не ушла не смогла бы не бросила зверей и птиц не было слышно в лесу и девочка испуганно обернулась на шорох первой ее мыслью было как защитить но через поляну семенил для наухи мышастый ослик а на верхом сидела смуглая седенькая старушка девочка вскочила и побежала навстречу бабушка бабушка милая помоги старушка отозвалась по-венски так я деточка затем сюда и приехала потом легко соскочила на зим и склонилась над псом совсем не бережешь себя малыш но разве можно с собой так глупенький на крупе ослика висели пухлые переметные сумы и там нашлось все то о чем только что горевала оленюшка и с надобья в баночках и туисках и тряпицы для повязок я стану лечить а ты держи его распорядилась старушка как бабушка не поняла девочка и собралась было подсунуть руки под голову пса седовласая женщина зорко глянула нее так же как доселе держала зови своих богов гони смерти и добавила нечто уже вовсе загадочное если он вернется так только ради тебя оленюшка не очень поняла что это но спрашивать не посмела вдвоем они возились над псом весь остаток вечера девочка таскала в воду из ручья ведерки сделанным из гладкой коры неведомо его ей дерево обламывала сухие ветки устраивая костер толкла что-то в беленькой ступке и все время молилась великой матери вечно сущей вовне потом старому оленю пращуру ее рода и конечно богу грозы чей орел завел ее в этот лес иногда она думала о том какой переполох был теперь наверное у нее дома но про это думалось как-то глухо издалека и кончилось тем что умаившаяся оленюшка так и заснула прильнув косматому боку зверя и слушая как внутри под ранами упрямо стучит измученное сердце она проснулась как от толчка посреди ночи в самый глухой час открыла глаза и увидела что возле костра появилась еще одна гостья и такова была эта гостья что девочка плотнее обняла неподвижного пса словно ее жалкое усилие вправду могло его защитить на границе светлого круга стояла худая рослая женщина в длинный допят белой рубахе и темно-красной паневе спрошиты спрошивы расшиты белым по белому распущенные пряди седых волос достигали колен лицо же странная и страшная гостья не была ни молодой ни старой время попросту не имела к ней отношения он допел песнь сказала она и гол шел ниоткуда он мой старушка которой девочка помогала весь вечер подбросила в костер хвороста и спокойно ответила не первый раз мы с тобой встречаемся и бывало так что я уступала тебе но его ты не получишь огонь ободренный новой порцией дров вспыхнул ярче и худая женщина отступила на шаг но и только она сказала он принадлежит мне погасни твой костер жрица и я заберу его жрица ответила почти весело а вот и не заберешь девочка услышала как сердито вздохнула хлебная закваска в горшочке ей показалось будто пришелится испугалась этого звука на всякий случай оленюшка подтянула корзинку с горшочком ближе к себе потом села и взяла ее на колени это кто еще здесь словно впервые заметив ее свела брови не знал незваные гости девочка с перепугу ничего не ответила только ухватилась за шерсть на песьем за гривки зверя силился зарычать но не мог а жрица ответила это та кого ты тем более не получишь в голосе раздававшимся ниоткуда прозвучала насмешка рано или поздно я получу всех есть чем гордиться фыркнул жрица вся твоя власть на мгновение а потом опять жизнь пламя костра начало опадать и она подбросила в него еще хвороста а девочка с ужасом увидела что в запасе осталось всего одна ветка что потом хоть в лес беги ищи в потьмах сушняка пересиливая страх девочка готова была вскочить и бежать когда костру с разных сторон начали выходить люди странные люди мужчины и женщины очень разные внешне они были все похожи в одном ночная тьма словно не касалась их расступаясь перед едва уловимым сиянием исходивших от их тела и одежды казалось посреди глухой ночи их освещала незримое солнце люди несли с собой поленье для костра друг за другом подходили они к жрице и складывали принесенные у ее ног куча хвороста принялась быстро расти самыми первыми держась за руки появились мужчины и женщины красивые совсем молодые они показались оленюшке очень похожими на человека которому она полгода назад подарила бусину отдав поленья они подошли к псу и солнце а потом оба посмотрели в глаза девочки и ей озябший стало тепло и ушли но не во тьму оленюшка увидела хрупкого молодого оранта с веселыми мечтательными глазами казалось этот юноша в любой миг готов воздеть к небесам руки и разразиться вдохновленный вдохновенной поэмой другие люди были суровые бородаты с тяжелой походкой каторжников еще девочка увидела чету вельхов дед и бабка вдвоем тащили целое бревнышко и старик все улыбался радуясь что вновь обрел две руки прежде чем уйти дед с бабкой присмотрелись коленюшки одобрительно кивнули друг другу девочка ощутила как в воздухе на миг разлился аромат свежих яблок костер бушевал жаркие языки взвивали с веселым и яростным ревом раздвигая ночной мрак вынуждая недобрую гостю отступать все дальше прочь так продолжалось до самого рассвета и хворост у ног жрицы несколько не оскудевал когда же небо на востоке уверенно зарумянилось старушка обернулась к девочке и сказала спи и детка все хорошо почему-то оленюшка оленюшка сразу ей поверила она потрогала песи нос тот был по-прежнему сухой и горячий но все же вроде бы не так девочка тихонько поцеловала пса в страшную морду свернулась рядом и тотчас заснула ей казалось она закрыла глаза всего на мгновение но когда она проснулась солнце уже поднялось над лесными вершинами а на поляне не было видно ни души ни жрицы ни пса и никаких следов ночного костра только корзинка по-прежнему стояла на своем месте девочка села встревоженно озираясь и обнаружила что сжимает в кулаке нечто твердое успевшие впечататься в руку она раскрыла она раскрыла ладонь это была маленькая серебряная лунница на тонком и очень прочном волосяном шнурке девочка поднялась на ноги и заметила совсем рядом с собой начало тропинки уводивший куда-то сквозь густые кусты на тропинке лежало бурое орлиное перо девочка задумчиво подобрала перо подняла корзинку и пошла вперед она все искала глазами следы пса и сама не заметила как вышла к знакомой березке на вершине опять сидел и невозмутимо чистил клюв большущий орел она могла бы поклясться тот самый завидев оленюшку беркут выпрямился бесстрастно разглядывая человеческое дитя девочка запрокинула голову и с обидой обратилась к нему что ж ты батюшка орел могучая птица промолчала девочка шмыгнула носом захотела смахнуть подступившие слезы и вокруг стояли березы березы родные до последней отметинки на белых стволах а за ними видать был был и луг а за лугом дом и девочка со всех ног припустилась в ту сторону даже не помня о родительском гневе что должен был неминуемо постигнуть ее гнев родительский он же ведь правый его ли бояться гроза летняя после которой с удвоенной силой лезут из земли зеленые стебли к ее удивлению мать встретила дочку так словно так вернулась точню хинька в срок и хлебная закваска в горшочке не засохла была живая и дышала силы тогда девочка посмотрела на резную календарную доску что висела под извояниями в божьем углу и увидела дело что зарубок на ней не прибавилось она вернулась домой в тот же день когда и уходила словно вовсе не было ночи проведенной в чужом черном лесу она устроила орлиное перо в божнице за ликом бога грозы а светлую лунницу вовсе никому не стала показывать это конечно было нехорошо ее всегда учили что подобные вещи должны принадлежать всему роду но вернее старшим сестрам на выданье но лунница она это чувствовала принадлежала только ей ей одной волкодав приподнял веки и увидел над собой каменный потолок а на его фоне остренькую черную мордочку два чутких ухо и пару светящихся глаз мышь заглянул ему в лицо тихо ласково заворковал и стал тереться о шею вент прислушался к себе и не почувствовал боли ну то есть совсем ничего кроме потрясающей легкости и приятного прикосновения меха голому телу даже свет был тусклым сумеречными не резал глаза волкодав был заботливо укрыт теплым меховым одеялом и лежал на широкой лавке в комнате большого дома по видимости здесь имелось окно и его открыли ради свежего воздуха он слышал как снаружи шуршал дождь и журчала вода стекавшая по каменным плитам ишь ластится донесся голос аптахара было похоже что сигван лежал в той же комнате только на другой лавке вен понял что аптахара говорил о мышей и хотел было повернуть голову но раздумал вовремя вспомнив чем это кончилось для него в прошлый раз а сигванский старшина продолжал хорошо кунс что ты не отдал его лучезару эх видел бы ты его в деле по полу неторопливо прошерстели кожаные подошвы сапог могу себе представить ровным голосом ответил винитар я же был у моста я видел что натворил твой вен мой захохотал аптахар но тут же болезненно охнул знаю неловко сдвинул обрубок руки да сказал он отдышавшись чтобы вен был моим а винитар тот усмехнулся и чтобы ты ходил под началом у вена старый друг старый друг отметил про себя волкодав вот как сначала он ходил у меня под началом сказал аптахар весной когда фитела нанял его в большом погосте купец сначала не хотел его брать без партошного как же он накостылял нам обоим мне а в дике надо быть очень хорошим бойцом чтобы отдали отдали тебя аптахар проговорил кунс надо будет поближе познакомиться с твоим веном если он живет много нового узнаешь засмеялся снова старшина за тебя кунс не поручусь но я бы с ним не связывался один на один волкодав опять услышал шаги винитар прошелся по комнате постоял у раскрытого окна и вновь подсел к аптахару иногда все тем же ровным голосом проговорил он мне кажется что мой отец был бы жив если бы я по-прежнему а если бы ты по-прежнему был с ним потолок закружился над волкодавом и начал медленно падать а может это небо падала на землю вен закрыл глаза аптахару явно не хотелось говорить о том что по-видимому стояла между ним и отцом молодого кунса я не мог остаться сказал он помявшись прости винитар но моя честь и так пострадала ты не поверишь но никто войске не знает что я у твоего батьки шесть лет пиво пил да мне стыдно рассказывать потому что тогда пришлось бы говорить о том чем все это кончилось он снова заходил по комнате не дать мне взять какая-то сила гоняла его из угла в угол он ответил не мне осуждать тебя и тем более моего отца но все могло быть иначе тот сопляк убил моего брата запальчиво возразила аптахар я кишки ему выпустил что несправедливо справедливо так нет же твоему отцу непременно понадобилось оставить ублюдков живых на счастье ха ха удачу все испытывал собаки видите ли не бросились винитар задумчиво повторил все могло быть иначе аптахар наполовину устыдился своей собственной вспышки он проворчал ладно не сердись кунс тот невесело усмехнулся мне сердиться на тебя дядька аптахар ты же меня вырастил вот этой рукой которую тебе отрубили за ухо трепал волкодав почувствовал что винитар остановился прямо над ним вен открыл глаза кое-как разлепил губы и спросил просипел нашли госпожу на сей раз винитар расслышал его и ответил покачав головой нет пока не нашли они опять посмотрели друг другу в глаза и теперь волкодава не осталось ни малейших сомнений винитар знал про него все в том числе и то что волкодав сразу догадался об этом знании еще волкодав ни к селу ни к городу подумал о том что кнесинка винитар если бы поставить их рядом вышли бы парой просто на загляденье она жива кое-как выдавил вен она по мосту я знаю сказал винитар во имя штанов храм на прорвавшихся не скажу где возликовала птахар запоздала сообразивший что вен которому полагалось давно умереть очнулся и даже заговорил винитар сынок помоги встать винитар помог и скоро вен увидел над собой сразу обоих человеку у которого были все причины убить его волкодава и другого человека которого он сам должен был бы убить слишком много забот для одной души еще не толком от под водворившийся назад в тело волкодав закрыл глаза и мир снова перестал существовать до нему только теперь это было не забытье обычный сон приносящий исцеление если не духу так плоти